Привет, бро! С тобой Воблер и ставь лайк за 2 секунды, если ты быстрее улитки, считаю. Раз, два! Молодец, дружище! А что ты успел поставить лайк? Мы сегодня с тобой продолжаем играть в замечательную игру под названием Draw2Save. Продолжаем здесь спасать персонажей от разных нелепых ситуаций, в которые они здесь попадают. Мы уже находимся на 112 уровне из 293, то есть мы реально много прошли за прошлые 3 серии. И что нас ждет сегодня, мы не знаем, но узнаем, как только начнем играть. Ха-ха! 113 уровень, мы видим, что здесь какой-то харотист хочет сразиться с двумя вертолетами. И вот что будет, если мы его не спасем. Конечно же, он проиграет, потому что это вертолеты по нему стреляют. Так, надо как-то вот так вот спасти его. Так, может за вертолеты зацепиться даже, вот. Чтобы броня наша не упала. Ну, и вот смотрим. Отлично! Мы спасли парнишку от вражеских вертолетов. Теперь мы видим, что этот одноногий великан пытается убежать от вертолета и танка. И вот что будет, если мы его не спасем. Почему у него одна нога? Где еще одна нога? А это что такое? В попу ему стреляют? Ладно, спасем парнишку. Вот так вот. Отлично! Супер броня для нашего огромного стикмена. Победа! Здесь уже три танка смотрят на этого парнишку. Бедный чувак. Он просто сидит, себе медитирует. Наслаждается этим состоянием. И тут эти танки решили по нему стрелять. Ого, как они жестко палят. Ну что, парень? Ты будешь жить. Давай мы тебя спасем вот так вот. И вот танки стреляют. Смотри! Ничего себе у них скорострельность. Но наша броня выдержит. Возможно, он закрыл глаза. Он даже не знает, что мы броню вокруг нарисовали. Он даже не видел никакие танки вокруг. И это снова танк против парнишки. Так, что это вообще за яма какая-то? Ладно, давай нарисуем вот так вот. Смотри. Броню. Вот такой вот столб. И все. Парнишка спасен. Двойная броня сработала. Мы просто закопали броню в землю. Ого! Это злой танкист хочет наехать на этого парня. Парнишку на 117 уровне. Дружище, мы тебя спасем. Но сначала посмотрим, что будет, если не спасем. Ясно. Злобный стикман выглядывает из башни. Ах ты, злодей. Давай мы вот так вот возьмем и оденем на танк кепку. Отлично! Парень, беги. Он просто в шоке. Он не ожидал, что танк к нему сможет приблизиться. Я что, его не спас? Не понял. Ну? Три, два, один. Я должен не только спасти был парнишку, но и уничтожить танкиста самого. Ничего себе! Сложный уровень был. Это что такое? Какие-то маленькие танчики. Трос висит. Это в спортзале. Это мотивация. Быстрее лезть по канату. Мы же не можем зацепиться сверху. Значит, броня у нас будет стоять внизу. Вот так вот нарисовали. Две брони. И вот! Танки не смогут его пробить! Супер! Парнишка спасен! Огромная пила против человечка на палке. Он плачет. Эээ, Воблер, спаси меня! Я в шоке. А как нам остановить пилу? У меня есть идея. Смотри. То есть мы должны здесь построить вот какое-то ограждение. Но это ограждение не должно дотрагиваться до нашего стикмена. Аааа! Нет! Оно подвинулось почему-то. Хорошо. А если мы его здесь внизу начнем рисовать? Вот так вот. Здесь. Еще как-то. Нам надо более прочная конструкция. Мы нарисовали какую-то пещеру. Но как парень сможет из нее выбраться, я не знаю. Это уже не наша забота. Какой-то каратист против парнишки! Смотрим, что будет. Тысяч. На это можно смотреть вечно. Какой-то Джеки Чан в руке Качан напал на этого парнишку. Мы должны его защитить. Смотри. Мы его вот так вот можем нарисовать. Вот. Здесь. Вот такая вот будет прочная конструкция. Да! Отлично! Он даже не должен дотронуться до этого стикмена. А также сама броня не должна до него дотронуться. А то уровень не будет засчитан. Ого! Злобный выстрел. Он стоит задумался. Как мне выбраться с этой неловкой ситуации? Никак, дружище. Только Воблер и его подписчики смогут тебя спасти. Я смогу тебя спасти с помощью своего супермозга. А подписчики с помощью своих суперлайков. И так мы вместе спасем этого стикмена. Конечно, по поводу своего супермозга я немножко преувеличил. Но то, что мы его спасли, это однозначно факт. 122 уровень. И здесь уже две какие-то реактивные пульки летят на парнишку. Еще и камень сверху. Такие пульки были в игре Супер Марио. Они тоже там летали. Его еще нужно защитить от камня сверху. Да, еще чуть-чуть. Победа. Дружище, как ты туда залез? И ты что, не видел, что там вообще камни находятся? Ой. Мы должны его спасти. Чик, супер броня. О, у нас получился какой-то смайлик, ребята. Смотрите. Это смайлик. Все. Глаза у смайлика упали. А человечек это рот. Они хотят побить этого стикмена. Мы спасем, дружище, тебя. Но не сегодня. Здесь надо наоборот. Надо пододвинуть, наверное, ребят. А ну двигаем. По голове уронить? У меня есть идея, смотри. Вот здесь. А, эта штука может зацепить стикмена тоже по голове. Я понял, дружище. Значит, идея другая. Смотри, мы его так вот рисуем. Вот такая гантель. Давай, отлично, спасем его. Ну, 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 ну. Дотронулась. Надо повыше делать. Значит, вот здесь. Самый верх. А, я могу даже верх вот так вот рисовать. Тыщ. Да, мы победили двух злодеев. Просто по голове мы броню ему дарили. И нам засчитали прохождение этого уровня. Супер ниндзя против копейщика и лучника. Да, мне кажется, что супер ниндзя совсем не супер. Надо как-то броню зацепить за верхнюю часть. Вот так вот, чтобы броня не двигалась. И потом вот еще вот так. Вот смотри. Да, отлично. Ты спасен. Ты реально крутой. Потому что мы позволили тебе быть крутым. Ого, это что такое? Это сковородка? Это сковородка из папка? Точно. Смотри, бро. Это папка. Давай мы тебя спасем. Вот раз, раз, броня. Все, ты в домике. Нет. То есть эта штука толкает. Хорошо. Нам надо броню зацепить вот так, за самого человечка. Все, зацепили. И наш игрок из папка спасен. 127 уровень? Что это за свинья? Давай посмотрим. Бам. Мы должны защитить эту свинью. Это кто такой? Локи? На Локи похоже. Ай-яй-яй-яй. Я понял. То есть она еще и толкает, эта палка. Давай вот так вот. Ну-ну-ну-ну. Значит, мы здесь можем зацепить. Здесь зацепить броню? Вот здесь. А, я не могу рисовать через палку. И вот здесь. Ну? Отлично! Наша прочная конструкция смогла выдержать. Ну-ну-ну, еще чуть-чуть. Все-таки броня дотронулась до этой свиньи. И вообще непонятный злодей был. Свинтус какой-то. Это что такое за ведьма? На метле летит. Эта ведьма решила проткнуть Гарри Поттера. Своей метлой. Прям в лицо. Ну, давай еще посмотрим. Как же классно. Ой. Ладно. Не работает его трах-тиби-дох-тиби-дох. Давай мы здесь вот так вот нарисуем броню. Но дело в том, что снова ведьма будет здесь лететь. Вот так зацепим. Ай! Ударила! Парнишку мы трогать вообще не будем. А сделаем отдельную броню для ведьмы. Ну? Ведьма, приземляйся! Падай вниз! Падай! Мы просто ведьму с карты сбросили. 129 уровень. Парнишка читает книгу. И тут ему на голову падает цветочный горшок. Непонятно, почему парнишка вообще здесь стоит под стеной. И откуда взялся цветочный горшок, который просто висит на краю. Нам здесь ничего не известно. Известно только то, что мы должны его как-то защитить. И вот здесь вот так тоже. Давай поставим нашу конструкцию, которая не должна упасть ему на голову. И прошли с легкостью этот уровень. Да нелегкие, бро! А может они нелегкие? Может это я стал читером? Ну что, Исаак Ньютон, получай два яблока по голове. Ну еще и палку какую-то. Яблоки должны упасть, получается, ему в руки. Падайте яблочки. Яблоки в две руки. Левое яблоко падает, а правое нет. Значит, вот так. Давай мы его потолкнем. Раз, раз. Все. Задание выполнено. Откуда взялись два яблока в ущелье, я не понимаю. И вот мы видим злодей сбитый, говорит, отдай телефон, или я тебя сброшу со скалы. И вот что происходит. Так парнишка сам упал. Его никто не толкал. Чувак, зачем ты вообще падаешь? А мы можем его спасти? Ай, ты куда полетел? Ясно. Давай мы его здесь вот, в конструкции, и зацепим за самого злодея. И злодея мы толкаем! Как я должен спасти этого парня пока что, бро, я вообще не понимаю. Дело в том, что и парень это тоже двигается. Да какая-то такая прочная конструкция, которая просто будет вот так вот стоять. То есть она должна стоять и не падать. Вот, вот! Стоит! Три, два, один, ну! Нет, нет, не падай, не падай! Отлично, мы прошли этот уровень. Он был нелегкий, признаюсь. Сто тридцать второй уровень. Мы видим, что какая-то девчонка с палкой-каталкой хочет дать по жопе этому парнишке. Так это мамка, наверное, такая. На! Злая мамка, мы должны спасти парнишку. Ты злая мать. Отлично! Парнишка спасен, и мы проходим уровень. Или не спасен? Да, спасен. Круто! Мы видим скалу, на которой висит парень. Я не знаю, зачем он там висит, и другой парень хочет его спасти. И вот что будет, если мы их не спасем? Прощай, чувак! А мы должны спасти. Я рисую трос. Почему мой трос оборвался? А зачем мне вообще рука? Я не могу понять. Мне нужно сделать какую-то планку-рычаг, которая упадет и приподнимет стикмена. Вот так вот, смотри. И они дотронутся. Но! Оно не сработало. Хорошо. В принципе, возможно, задумка моя правильная. Просто она чуть-чуть недоработана. Здесь должно быть что-то тяжелое, чтобы она упала. Вот так вот! Ну! Ну и почему вы не дотронулись? Блин! Ну, мне кажется, что это рабочий вариант. Этот очень сложный уровень. Эта сложность вообще плюс 300. Давай, давай, давай! Ну, вы же дотронулись! Отлично! Фух! Спасли парнишку и прошли этот 133 уровень. Это суперсложность. Ух ты! Давай мы немножко добавим нефти в этот огонь. А бочку надо в огонь было сбросить. Мы должны сжечь этих двух злодеев. Они уже вампиры. Так, тут падает бочка, тут падает что-то другое. Смотрим. Бам-бам. Одного вырубили, второго нет. Хорошо. Давай вот так вот. Камешек. Ну, падай, падай, иди в огонь. И что не так? Я не понял. Значит, давай вот так вот сделаем. Здесь будет у нас склон. Вот здесь конструкция наша должна стоять. Она суперпрочная. Бочка, падай в огонь! Быш! А, надо было вот так вот их уничтожить. Взрывом. Да мой способ тоже нормально работал. С одной стороны бочка падает, с другой стороны камень мой нарисованный. Почему игра не засчитала, я не могу понять. Хо-хо-хо! Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты! Ты подарки нам принес? Мужичок горбатый. Так, давай мы здесь рисуем. Что мы должны делать? Подарок должен залететь в дымоход. Это не Дед Мороз, бро. Это Санта-Клаус. Злой Санта-Клаус. И это вовсе не подарки. Так, смотрим. Падай в дымоход! Моя конструкция не совсем надежная, я вижу. Ну, летит подарок! Ну, один попал в дымоход. И один довольный мальчик, который смотрел этот ролик и поставил лайк, получил подарок. Это что-то классное и вкусное. Сладкое. Холодное. Напиши в комментариях, что это. Конечно, сосулька. В сахаре. Шутка, мороженое. Так, снова этот Санта-Клаус. Санта-Клаус. Надо, чтобы парнишка до подарка дотронулся, да? На 136-м. Да, давай. Подарок, пошел! Ну, парень двигается. Он двигается. Я вижу, что он двигается. Надо больше снежинка, чтобы она с большой силой падала. Вот, огромная снежинка. Я рисую снежинку, бро. Смотри, вот это снежинка, если что. Это снежинка от воблера. Снежинка, падай! Но! Смотри, как за подарком он быстро побежал. Ох, огонь. И что, что огонь? Что мне с этим огнем-то делать-то? Ой, огонь упал. Я вообще никого не спасаю. Вот это игра. Мало того, что я спасаю здесь персонажей от злодеев. Помогаю дарить подарки. Так я еще должен спасать огонь. Что мне делать с этим огнем? Я не понимаю. Он не должен упасть, наверное. Ну, огонь, стой на месте. Не падай, не падай. Один огонь падает. Может быть, эти огни должны соединиться? Так, если соединиться, значит, это должна быть супер вот такая вот какая-то конструкция. Огонь в огонь и получится огонь. Точно! Мы с тобой вырастили огонь! Это слияние огня! О, боже мой! Биг огонь! Ну да, сделать большой огонь. Ух ты! Привет, ребята! Чпок! Ха-ха-ха! У них оружие в руках! Опасное оружие! Руки вверх! Не стрелять друг по другу! Все, победа! Да, победа? Ну, скажите, победа. Да, победа! Мы только что спасли ребят от самих себя. Круто! Ничего себе! Парнишка против вентилятора! Ну, он тупой парнишка, если он соревнуется против огромного вентилятора, который дует его на шипы. Я думаю, что он, ну, тупой, а тупые что делают? Конечно же, попадают в такие неловкие ситуации, из которых мы должны их спасти! Так, все, ты будешь жить. Вот, легко и просто мы спасли парнишку. Он упал вперед! Так это был не парень! Это был манекен! Блин! Он вообще даже не двигается. Что это такое на 140-м уровне? Что за безумие? Так, ну, давай. Вперед, дотронься до шарика. Ну, ты взял шарик? Конечно, взял. Баскетболист! Надо нам помочь этому стикману забросить трехочковый в корзину. Бро, пиши в комментариях, ты хоть раз вообще играл в баскетбол? Я играл, даже был на чемпионате по баскетболу. Конечно, мы там жестко победили, потому что мы были самые лучшие баскетболисты. Шучу я, мы жестко проиграли, а вот девчонки с нашей школы победили. Это было самое забавное. Ну что ж. Не помогли! Ничего, не помогли. Так, ну вот такая вот конструкция. Давай! Ну, 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 трехочковый! Давай, давай! Да! Мы помогли забить трехочковый, но это же не его результат, а наш! Поэтому мы победили. 142 уровень. Парнишка-качок пытается поднять эту огромную штангу. У нее, короче, 10 тонн. Вот 10 тонн у нее вес. Тыщ! Он не может ее поднять. Тыщ! Так тоже нет. Какую же конструкцию придумать? Не знаю, у меня мозг не работает. Что мне надо сделать? Может, вот так вот? Да! Сработало! Бро! Это было легко. На самом деле, я прикалывался. Ты же понимаешь, что это легкий уровень, который бы я прошел с первого раза. О, что мы должны рисовать? Две пульки. Смотри, вот так вот. Чук-чук. Стреляй, дружище! Сразу поразил две цели. Отлично! И прошли уровень с первого раза. Еще что-то рисовать? Так, рисуем воблер. Вот так. W. Вот здесь B. ВБР получается. ВБР великий белорусский рандом в танках. Ой, ну ладно. Он стреляет ВБРом, воблером. Шмяк! Отлично! Попали в цель! Вот это да! Мне нравится такое рисование. Так, что мы нарисуем? Давай нарисуем смайлик. Вот такой вот будет смайлик. Тут у него глаз, у смайлика. Вот тут тоже глаз. Вот тут у него будет рот. Это злостный смайлик какой-то. Стреляем злостным смайликом! Нет, не долетело. То есть надо что-то круглое. А может быть я хочу сделать сюрикен, снежинку какую-то. Вот такая вот снежинка. На! Мне нравятся эти уровни с рисованием. Хочу их побольше. О боже мой, кто ты такой? Мерзкий какой-то демон злостный. И что я должен делать? На в демона! Я просто палку нарисовал и прошел уровень. Но это легкие уровни. Здесь не надо думать. Просто рисуешь всякую фигню. Ниндзя против трактора. Ну покажи, на что ты способен. Я не буду тебя спасать. На! Слабак. Понятно, что можно вот так вот нарисовать и ничего не будет с этим парнишкой. Он будет жив и здоров. Вот, все. Это же очевидно, бро. Я хочу уровни с рисованием. Так, что это такое за штука, за палка? А что я должен делать? Я не понял. Мы должны его подтолкнуть. Давай вот здесь вот подтолкнем его. На! Карате, пацан! Конечно, разбил планочку. Так, что выбирает собака? Собака любит рыбу. А, кошка любит кости. Значит, мы таки сделаем. И на самом деле опасно давать рыбу собакам. Собаки могут умереть от рыбы. Там же кости. Я шучу. Собака любит кость. Значит, мы делаем вот такую вот конструкцию. Которая нам поможет доставить рыбу. Рыбу до кота, а кость до собаки. Давай! Катись, рыба! Ты почему не катишься? Я понял. Конструкция у нас какая-то неправильная. Это все потому, что кость нам мешает, бро. Надо вот так, вот так вот косточка. Раз. Давай аккуратно, конструкция наша. Все, она должна стоять. Рыба, катись! Кот, открывай рот и лови бутерброд. Рыбный бутерброд. О, боже мой! Дракон страшный, опасный! Есть 10 тонн и 100 тонн. Мы должны сделать какую-то катапульту, которая запустит это все в дракон. Это же ясно, очевидно. Это... Это вот так вот. Смотри. На! Не туда полетело! Хорошо. Не такой какой-то рычаг получился. Надо ровный, чтобы был. Ну? На! 10 тонн в дракона. Это же опасный цветок, который ловит всех насекомых. Называется он Венера-мухоловка. Есть даже комнатное растение такое. Ну пусть ест, это же вредитель. Это жмоль вообще летает. Насекомых очень много. Хотя без насекомых не было птиц. Ну ладно. Что мы должны сделать? Спасти насекомое? Все. Ты спасена. Бабочка! Ты будешь жить! Но растение останется голодное. И это плохо. Парнишка выгуливает пса. Вот суперсложное задание. И что надо делать? Парнишку надо подтолкнуть. Чпок! Все! С первого раза. Это что такое? Ну что я должен делать с колесами? Остановить их? Чик. Все остановил. Парнишка хочет туалет. Но там занято. Дружище. Писай здесь. Не стесняйся. Никто тебя не видит. Только подписчики. 50 тысяч просмотров минимум на этом ролике будет. Потому 50 тысяч увидят, как ты писаешь. А! Я его толкаю! Да не хотел я его толкать. Я просто конструкцию нарисовал. Не, бро. Это было задумано. Я в голове сделал вот такие сложные вычисления. Там и все было четко. Так, унитаз. Понятно. Так, у нас есть точка, куда мы можем зацепиться. У нас есть такая вот конструкция. Ну, 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 ну! Не работает. Так, ну унитаз все равно будет падать. Давай мы его вот возьмем вот так вот. И он просто промажет. Опа! Парнишка спасен. Беги, а то сейчас унитаз назад вернется. Круто. Спасли его. Два боксера. Они хотят сразиться. Ну, что с этого получится, ты узнаешь уже в следующем ролике. С тобой был Воблер. Оставайся на канале. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok